Ты еще чуть-чуть, ты прямо в рай Привет! Мы как эти подростки, которые сегодня типа праздник Мы учимся в универе, сегодня решили пойти там выпить что-то Я вообще этого не ощущаю, то что ты говоришь Да? Мне просто, ну, сегодня пятница, сегодня прекрасный вечер Вечер И мы решили погулять в центре В центре В центре В нашей городе Москва Это знаешь, как мы с Кариной угорали, когда были мелкие Ходили по Красной площади, типа на английском Говорили, что все думали, что мы не отстилы Причем мой английский, но он жакарен, ты же знаешь Это красивая жизнь Я не знаю, зачем мне эти ушки Я просто переживала, что вдруг ветер подует и я заморожусь Какой красивый Вот видите, слава выше меня Ой, так непонятно Но у меня, кстати, ботинки такие Это мы в твоей новой реакции обсуждали Что очень часто вопросы задают, типа Про рост Про рост Да, и про длину Я такие вопросы не задаю Короче, мы приехали со славой в центр В центре сейчас в это время все забито Нет места для парковки Нет места для парковки Еле как всунулись И то за пять минут до того места предполагаемого Куда мы, собственно, и ехали Но мы, на самом деле, сейчас на моем любимом Кузнецком мосту Здесь же у нас с Юлей было, кстати, одно из первых свиданий Да, в молдавском ресторане Он здесь находится Это не реклама Просто молдавский ресторан здесь Прям при посольстве Молдовы Да, ребят, это не реклама Реклама чуть позже Мы зашла Ну, не обессудим Ну, люблю я свои песушки Приехали в центр, чтобы сходить в ресторан Погулять Почувствовать атмосферу праздника Какой сегодня праздник? Майский? Каждый день праздник А, ну да, до 10-го Да Блин, я сразу Когда такое происходит Чувствую себя, как будто я где-то в Европе Клёво, да, Зай? Клёво, да? Аж слезу пустит Блин, а вот знаешь, она так стоит, поёт с гитарой А через годиков пять Будет... Новая Полина Гагарина Может Ой, я помню это место Мы сюда скорее не ходили О, спасибо Прикольно Что ты сказала? Она говорит, ты говно А я классная А, классная Спасибо большое Всем фанатам Юли Спасибо Ну что, что, что Девочка крикнула Юля, ты классная Может эти ушки себе позорные? Вообще-то не такие уж и позорные Я, между прочим, заботюсь О своём здоровье Блин, слушай, атмосфера такая Как будто бы мы с тобой гуляем В Париже даже Я бы так сказала Но людей, конечно, дохрена А, и там, показывай, там никого нет Вон, там дохрена Ну там ещё переход, наверное, какой-то Слушайте, да? Там переход Ну, этот, пешеходный Там нет пешеходных Ну, там нет никаких переходов В смысле? Ну, просто Нет, там же дорога есть Значит, и переход есть Ну, наземный Там просто наземный есть Но там просто у Цума толпа собралась Грубо говоря, там много Все смотрят на витрины на богатую жизнь Нет, там просто клубы, рестораны всякие Угу, да О, рандеву Ночное рандеву Офигенный магазин Рандеву, вы лучшие Рандеву, кстати, наш официальный партнёр Партнёр нашей обуви Да, вот клавика Кроссовки из рандеву Да, рандеву мы вас любим Слушай, а мы зачем-то куда-то идём, где самая гуще? Нам вообще-то это не надо Я и не знаю, мы просто идём прямо в центр А пошли подолбимся в наш любимый ресторанчик? Пойдём Постучимся Ты думаешь, нам повезёт? Слушай, ну, можно узнать Ну, хотя, не знаю, смысл сейчас туда долбиться Я вот не голодный, например, а ты? Ну, я бы просто хотя бы узнал Ну, вот она сказала по факту Может, она сказала, что через 40 минут подойдите Может, что-то освободиться, например Вон, смотрите, какая атмосфера В центре царит Да, на другом чувак там фоткает мотик Я ему, наверное, мешаю Кстати, тут постоянно стоит скорая помощь Ну, на всякий случай вдруг Ага, кстати, ты сказал, вот в центре же реально Кто знает Прикольное стекло Много народу Можно заценить мой лог А прикинь, там это Как в тюрьме бывают вот эти непыточные А допрос комната А, я постоянно в Думу, когда захожу Там такое стекло Да? Да, там такое стекло Ты даешь туда паспорт Ты не видишь, кто за ним Но тебя проверяют А прикинь, там младенец сидит Кто? Младенец Почему младенец? Просто сюр Ну, в общем, да И ты просто отдаешь неизвестно кому свой паспорт И... Ты можешь только надеяться Ты можешь только надеяться, что тебе его вернут В общем, у нас со Славой сегодня просто... Ну... Свидание Сейчас Слава узнает На двоих, на двоих Короче, рассказывал Это самая вкусная Хинкальная Около Цума На Неглинной называется Здесь еще веранда есть Но, наверное, здесь пока нельзя сидеть А, ну... Ну, да, что-то не похоже Ну, может, холодно Может, днем можно Ну, что? Резерв Резерв? Резерв? Боже, это просто... Это у меня детство Да? Да Дорог Это детство? Смотри, сейчас Я в ТикТоке, сейчас Ты такая Господи, ну, такие-то какие-то... Да, давай Да Спасибо большое Боже Божечки Все, удачи Многие знают, что мой творческий путь начался с фотографии Она стала моим основным хобби еще в школе Мне нравилось делать фотографии всего вокруг Природа, зданий, семьи, друзей Потом я занялась видеосъемкой и всегда рассказывала о своих достижениях Показывала видео друзьям и семье А потом вообще всем в интернете Почему я так делала? Мне хотелось делиться ценными моментами, которые получилось запечатлеть и рассказать о них Так началось мое путешествие в блогинг Мои интересы к тому, что я снимаю, постепенно менялись Я многое добавила в свой блог и в то же время не отходила от главного желания делиться важными моментами своей жизни Поэтому вы часто видите, как я провожу время с друзьями, где путешествую, как просыпаюсь и пью кофе В какие рестораны хожу, как развлекаюсь и получаю удовольствие от жизни Мой блог – это история моей жизни, которую я рассказываю вот уже на протяжении 8 лет За это время вы узнали обо мне все Любимые песни, привычки, друзей, семью, интересы Но всегда появляется что-то новое, поэтому я продолжу свою историю Но знаете что? Кажется, пришло время и вам рассказать свою Так чего же вы ждете? Как же хорошо в центре ночи, когда мало людей Нет, народу, да Сейчас еще чуть-чуть, часика-два погуляем Глядишь и в ресторан наш любимый Сядь, ну мой любимый Слава там ни разу не был Я каждый раз пытаюсь забронировать столик в этом ресторане И Слава даже пытался не один раз Ну я не знаю, мне кажется, это, знаешь, за неделю надо бронировать Я только два раза там имела честь Или как это, правильно сказать, имела возможность покушать Случайно, днем Повезло тебе, просто повезло Это было днем, типа в будний день, понимаешь? Поэтому мне повезло Потому что, ну как бы, что там днем? Никто туда гулянки устраивать не будет Ни рождения тоже, какие днем? Все там вечером начинают Это было там, типа в 3-4 часа дня Ну на выходных туда анрел попасть Но если бы нам повезло Хотя бы на час там засесть Я бы за час Все, я бы за час и выпила И поела бы Ну короче, нормально Мне бы хватило часа Да ладно, что, мне вот и Джон Джоли нравится Ну, блин, ты там просто не любила Джон Джоли, ну, хороший ресторан Я люблю Джон Джоли, там очень вкусный шашлык Мне нравится Хачапури Ну, ничего Но, Зай, я так счастлива, что мы с тобой уже не один раз были Мама тут Такие вкусные хачапури Скажи, тебе нравится? Да, да, классно Там очень вкусно Вот такая вот атмосфера в Москве, ребята Короче, вот такая здесь классная туса Там какой-то, смотри, джага-джага на этой крыше Там, типа, этот... Клуб? Бар? Да, ресторан, клубар Слушай, прикул Да, я вижу, какой дорогой Там какой-то открытый огонь Меня как-то не пустили туда из-за одежды О-о-о Там, типа, фейс-контроль жесткий Если ты там в каких-то спортивках туда не пройдешь Ну да, ты-то любишь в спортивках ходить Ну, вот в этом меня бы не пустили Да Интересно, а Булгари открыли? Булгари? О, ты хочешь найти и посмотреть что-то? Может, сразу в Тихоню? Или кортье через дорогу, знай Единственное, что меня бесит в центре Когда к тебе начинают подходить вот эти кони Которые в костюмы входят Если вы знаете, что за кони Вот они там стоят Сейчас одеваются кони Вот эти вот Они подходят и пристают прям То есть они прям реально пристают и не отстают Они прям реально кони Они вот сейчас начали Подошел этот конь Начал Славу хлопать по плечу Типа, давай, братишка, что ты, что ты Давай сфоткаемся, давай сфоткаемся Зай, это же та песня, про которую я тебе рассказывала Помнишь, когда я была маленькая В Макдональдсе продавались игрушки Ну, ты-то этого не помнишь Продавали игрушки такие, как радио Помнишь, что ты говорила? Там была эта песня Я же тебе рассказывала Я так ее любила Не, песню-то эту я знаю Не-не, ну вот я ее узнала Именно из того, что в Макдональдсе продавалась игрушка Типа радио И они все были разные У меня была белого цвета И там была вот эта песня Были еще других цветов И там были другие песни Но у меня была только белая Ребята, мы уже сели в Джон Джоли И так классно представляете Девочка, Костас Костас Можно ее так назвать, да Ну, я думаю, так было написано Короче, она нас узнала Сфоткалась с нами Так приятно И когда вы сфоткались Я говорю, хорошо Так приятно, когда у меня нет Не обделяйте Славюка Если вы ходите ко мне фотку за собой Ну, это для приличия Скажите, есть такой слайд? Некоторые рабом меня считают А ты можешь нас сфотографировать? А это какой-то мимо проходящий Никто? Тебя не знают Тебя не знают Ты в шапку Просто с подошвы Грязь из-под ногтей Грязь из-под ногтей Короче, это очень приятно Смотрились И я говорю, это и девчонки Кстати, надо узнать, как ее зовут А то я не обратилась Может, Ксюша? Что? Ксюша? Ксюша? Рассказывай ситуацию Ситацию Мы делаем заказ Я еще не добралась до того, как я скажу И вино, пожалуйста Мне бокал такой-то, такой-то Слава уже до этого показывает свой паспорт Я говорю, а ты что свои документы показываешь? Он такой, ну я же плачу Я говорю, какая разница, пью-то я И просто, чтобы вы знали интересный факт Тот, кто пьет, тот должен показывать документы Ну ладно, оплашал Это же не как в магазине, типа Ты сейчас меня выставляешь дураком Не, не дурак Ты наоборот переживал, думал, чтобы точно Что ты несешь за меня ответственность Тем более, ты старше Ну а просто официант подтвердил, что да Я говорю, еще посмеялась, я говорю, какая разница Оплатить-то может любой прохожий Главное, пью-то я Поэтому надо Ну пусть и мой паспорт посмотрит Там всякие случаи Ну да, фотку твою тебя узнаешь Красавчик, да? Пусть и над моей фоткой поржу А что у тебя там красивые фотки, нет? Ты же, что ты, ты же там молодой, красивый 20, сколько ты, 20 лет там? Или 20, 21 же получают новый, да? 20 новый дают? По-моему, 20 Не знаю Так вкусно пахнет? Да, неважно Важно то, что кушать будем сейчас вкусно Все, мы уже Блин, это что за вечерний блок у меня получился Мы уже вышли из ресторана Джон Джоли Фокус Купили бутылку вина Бутылку, конечно же, я ее всю не выпила Что за жесть? Просто так вышло, что, как всегда, моего любимого вина По бокалам нет Пришлось купить бутылку Да, вот такие проблемы у богатых Пришлось купить бутылку Но самое главное, что, понятное дело, я ее всю не выпила И я ее, точнее, не я, а мой мужчина Тащить домой Ой, знаете, так бежишь у меня сейчас Не забывай Я все-таки не выпила Не торопи мои ноги У нее вот прям как дедушки Надо идти медленно Так что мы уже ковыляем В машине Сейчас сяду пьяной за руль Шучу Господи, как мне достали эти люди Которые пишут Когда я во влоге показываю То, что вот я в рейстике пью винишко А потом я снимаю, как мы едем в машине домой Пишут, типа, Юль, тебе норма вообще-то бухой садиться за руль? Да, конечно, ребят, я же бухая просто накатаюсь Think about it Не я за рулем Балбесы, блин Мама, плеуху У меня инстинкт самосохранения Очень высокий, я считаю Типа я никогда во всякие движухи не ввязываюсь Никакой ерундой не занимаюсь Ты уж тем более бухущий Хотя я не считаю себя бухущий Но я же понимаю, что я выпила глоток даже Это все уже Я же не в Грузии, да? В Грузии можно выпить бокал вина и сесть за руль Но смотря какого В Москве нет Что-то холодно стало А где твой шарфик? Короче, надеюсь, что вам понравился этот сумасшедший вечерний влог Прогулочный Я вообще не знаю, как так вышло Мне кажется, мы столько наболтали, да, Зайд, да, Зайд? Да Классно, да? Очень, да Очень хорошо Народу нет Уже 12 ночи, кстати, кому интересно Такие мы отвязные ребята Мы сегодня прям сумасшедшие Архитектурный институт Пойдем Архитектура Слово-то какое Небось, Настя Ивлеева Да нет, ты что? Все ее тачки уже давно забрали на штрафстоянке Точно Ну, номера хорошие, конечно Один на пять Ламба или фэра Ламба или карш Карш Не, ну, вот, покажи Ламба или карш Да, ребята, а что выберете вы? Если вы не смотрели наши со славой реакции на канале Слава Мне кажется, это уже как слоган какой-то, типа ЛДПР Голосуй! Посмотри, посмотри обязательно Подними, подними себе и твоему... Подними себе и своему парню настроение Зайдите к Славе на канал Посмотрите все реакции Оставьте миллион комментариев Подпишитесь Мы туда очень стараемся, снимаем Мне приходится каждый раз бухать Я, если честно, даже к Славе говорю Слушай, давай, может, другой день с ними Что-то сегодня так пить не хочется Хотя тут уж какой-то минстрим, да? Ну да Все, ребята Всем пока Спасибо, что смотрели этот влог Надеюсь, что он вам понравился Возможно, он получился короткий Я даже не знаю Знаете, если он получился короткий То это не конец Мы сделаем досъемку Да-да Если он короткий То там сейчас после титров Дальше еще пойдет следующий день Привет, ребята Как я и говорила вам пару минут назад Или минутку, даже меньше Влог получился не очень долгий, длинный И мне захотелось его продлить Дать ему второй глоток воздуха Новую жизнь Короче, вчера мы с Надюхой ездили в Атриум И там заходили в магазин T-Skirt T-Skirt И я там взяла кучу Ну, ладно, на самом деле Не очень-то много вещей, мне кажется Я там взяла Здесь у меня шляпка под цвет Ну, не сильно под цвет Ну, примерно в одном тоне Там у меня розовая юбка А, господи, я совсем забыла Посмотрите на мои ногти Вчера у меня был маникюр-педикюр И я сделала короткие ногти Мне так странно У меня такая странная рука Как будто некрасивая Именно рука Типа ногти мне нравятся Очень непривычно Все на самом деле непривычно делать Не знаю, вот даже просто почесаться Как-то так странно Слишком все хорошо ощущаю Обычно у меня ногти Там еще километр Можно вот так вот поделать Ногтем А тут, ну, как-то Ну, вообще очень странно Печатать очень странно Я когда только в телефон Начала что-то печатать У меня пальцы просто Ну, вообще не туда печатали Не те буквы Не те Тифри, да Потому что Я привыкла Не подушечками печатать А вот здесь А вот здесь Где-то сбоку И Ну, короче, не знаю Это так странно У меня такие Как будто, знаете, новые ощущения Реально Очень непривычно Мой мастер мне вчера предложил Говорит, давай короткие сделаем Ты не хочешь? Я такая, типа, давай Типа, я так быстро согласилась Думаю, ну, давай Последний раз с короткими Я ходила Один раз Больше года назад Короче, странно Ну, мне очень нравится то, что Мы сделали белые Я думаю, что это будет как-то, ну Потому что На белый всегда я тяжело решаюсь Потому что он очень быстро засирается Я ненавижу, когда грязный лак выглядит грязным Короче, все, ладно Я еду сейчас к Насте Фетт В музеон Там у нас будет фотосессия И потом Я поеду в МФЦ Взрослая жизнь Тьфу, на тебя Потому что мне, опять же-таки Надо решить вопрос с паспортом Наконец-то Сегодня первый рабочий день Закончились праздники И я могу начать заниматься этими делами Потому что, наконец-то, все открылось И это хорошо Здорово, ребята Фокус Мы со Славой приехали в Икею Мы должны были сюда заехать вчера Вчера у нас Пипец Пользуйтесь главным входом Мы должны были заехать сюда вчера Вчера мы ездили на дачу к Славе Заезжали в гости к его дедушке-бабушке Потом заехали к нему дедушке У нас был вчера очень активный день Весь в дороге Вот мы как днем выехали Вот так ночью мы вернулись домой И вчера мы уже решили не заезжать в Икею Потому что мы устали На улице дождик, блин Вот у меня классная кофточка Вот такой у меня лук Наряжалась сегодня Ой Так что мы приехали в Икею Потому что надо купить на дачу стулья И я еще хочу посмотреть стол В беседку на дачу тоже У нас там есть стол Но он очень высокий Потому что он делался под лавки Здравствуйте Здрасте Проходи, пожалуйста О, а температуру меряют Я в Икея не была сто лет Мы сейчас со Славой Это что, моя маска? Моя Я по тоналке проверяю Мы сейчас со Славой ехали в машине всю дорогу И последние 20 минут сидели Ну ладно, я плакала Мы слушали грустные песни про родителей Ну короче Помолимся за родителей Потом слушали Анжелика Варум Да? Вот эта вот песня ее Про маму Про маму Вообще Сижу, плачу Думаю, да ну нахив Все, наконец-то мы в Икею Я рада, что мы приехали сюда Именно сегодня Потому что Можно это делать все не торопясь А спокойно походить, погулять Может быть что-то даже Купить домой И это хорошо Нужно найти Вивену игрушку Фламинго Она заказала Возьму аж целых две, наверное И вешалки возьму вами Господи, сколько всего Так давно не была в Икею А еще народу здесь нету Ну, немного Смотри, можно Виве купить такой комплект Она будет сюда кукол своих стоить Ну ладно, это нам на самом деле Не очень интересно Здесь гулять Нам надо пройти именно Туда И где уже будет все Движуха Клево Люблю Икею Самое главное Заказать стулья И сложность заключается в том Что эти стулья Я не могу просто взять Положить в багажник В машину Мне надо их заказать на дачу Прикольно тут ходить А, еще я очень хочу Плед Красивый плед На кровати Потому что наши уже старенькие Застиранные И, ну и, короче, цвет тоже хочу другой Освежить, скажем так Так, ребята, мы уже дома И устали, если честно Мы купили два таких стула Это не на даче Один точно такой же, как есть у меня Вон тот белый Тоже белый взяла Потому что я очень сильно люблю этот стул Но он у меня уже просто Уничтожен временем Я не знаю уже сколько лет я на нем сижу Он уже потрескался И все такое Вот Слава не захотела такой черный стул Хотя он, по-моему, офигенный Он сказал, что шила на мыло менять Вот, но зато офигенно для реакции Мы сможем сидеть на одинаковых стульях Просто я себе сразу новенький поставлю Но в любом случае этот стул намного удобнее, чем славен Поэтому Так что вот И еще один такой же белый стул Новый взяла своему брату Саше Потому что ему надо Так Так что вот два таких стула Один наш А другой у меня в багажнике остался лежать Что еще мы взяли? На самом деле по мелочи Черный коврик Потому что обычно у нас здесь белый И он очень быстро пачкается И все такое Потому что брызги летят Потом пыль оседает И стирается И все равно плохо выглядит Этот очень понравился Прям Не знаю Мне нравится такой контраст Прикольно В туалет тоже такой взяли Вот Так что Что еще? И взяли много вешалок Две упаковки Там было дофига Какую-то часть даже на балкон повесили Потому что Ну надо Что-то как-то я обратила внимание В последнее время Что не хватает И это еще не все Вот то что Получается стул Один по-моему Шесть Восемь тысяч стоит То есть два стула Два коврика А еще взяла вазу Вот такую очень нравится Вот такая вазочка Ну типа невысокая Потому что как раз У меня только высокие А мне Слава подарил Такой букет Красивый Недавно Уже не знаю сколько Три дня прошло Четыре Просто нереальной красоты Букет Я прям в него влюбилась Ходила Два дня Прям смотрела на него Постоянно Не знаю Думаю может быть Вот это уже снять Чтобы им Полегче было Дышать Ну просто он настолько Красивый букетик Обожаю А этот что-то у меня Немножко загнулся Потому что Пока я была на даче Я забыла попросить Славу Чтобы он поливал И брызгал И в итоге Вот видите Что случилось Это прям моя боль Вот я его брызгаю Я не знаю правильно ли я делаю Надо вызвать кого-то Типа бабушки Чтобы она посмотрела И провела консультацию мне Ну очень красивый цветок Я за него отняла Одиннадцать тысяч Я очень хочу Чтобы он жил Но это фигня То что мы взяли Это копейки Можно сказать Сущие Потому что я Купила на дачу В беседку стол Он стоил по-моему Двадцать две тысячи И восемь стульев Каждый по три С чем-то стоил То есть Вышло все это В пятьдесят С чем-то тысяч А общий чек В семьдесят С чем-то тысяч Это просто Но ничего на самом деле Какого-то левого Ненужного Ну Мы не взяли То что нужно было на дачу Понятно Это самое дорогое По сути что взяли А стул Я вам клянусь Вот по сути Мне такой стул Наверное и не нужен был Который у меня уже есть Но Суть в том Что Их очень много лет Не было в Икее Очень много лет Таких стульев Не было в Икее И я помню Что вот прям Из скала Это можно сказать Раритет И тут они снова Начали их выпускать Это самый удобный Самый красивый стул Вот чтобы сидеть за компом Снимать видео Когда ты в нем сидишь То есть он очень красивый Минималистичный Но при этом На колесиках И даже так и не скажешь Что это стул на колесиках Ну короче Просто любовь Поэтому я решила Что надо обязательно взять Потому что фиг знает Когда он в следующий раз Вообще появится Вдруг сейчас он не закончится Я очень мечтала о нем О новом Потому что все равно Время убивает вещи Как ни крути А тот старый Который у меня сейчас стоит Около компа Ему лет 7 наверное Ну то есть он очень старый Хотя он в нормальном состоянии Но мне так хотелось новый Поэтому сейчас Слава будет собирать Этот стул И мы сравним Мне кажется Они даже по цвету Будут отличаться Очень нравится Черный ковер здесь Скажу честно Может быть кому-то Не нравится Но Мне нравится именно то Что контраст такой Потому что ванны Туалет они белые полностью И захотелось Какого-то Контраста Так что вот В принципе ничего такого Я думаю что уже Стол и стулья Который заказала на дачу Я уже покажу на даче В понедельник их привезут В четверг приедут собирать Так что все круто Я думаю что даже на камере видно Насколько это разный цвет Офигеть Такая разница Еще здесь такая толстая А эта штука Посмотрите Вся смялась со временем Просто пипец У меня будет красивый белый стул И кожа такая приятная Просто вау А здесь какое все серое Мне кажется это даже Типа не грязь Это просто уже потертость Офига себе Этот просто блестящий Та-дам Вот ребята Зацените Офигеть Просто вот Когда смотришь отдельно На этот стул Да Видно что он потрепанный Видно что вообще не белый Ну вот нету такого Ну не Нет Есть конечно Вот здесь спина Вот это вот Все такое Самое потертое Видно что он все равно Ушатый Но вот так вот по сути Стоит Ну вот не скажешь Что прям вообще Отстой Но как только Ставишь рядом Вот этот Так сразу вообще Хотя отсюда Не так сильно Прям Ну понятно Спинка может и не такая Грязная Все равно Хотя все равно Ушатанная Ну короче Пипец Ничего Могу сказать так Я не жалею Что потратила Деньги На это Буду так сидеть На белом новом стуле И кайфовать А этот Писок Этот у нас будет такой Который не жалко Но все равно Удобный стул Вот не знаю Мне кто-то в директ Написал что Там девочка Какая-то После этого стула Окончательно Добила свою спину Не знаю Для меня Это очень удобный стул Я люблю Когда много места Потому что Я люблю сидеть Вот так Я люблю Вот так вот сидеть За компом Мне нравится Когда ноги Можно куда-то закинуть Ну типа Мне просто Ровно Тяжело сидеть Я всегда так сижу Часто сюда Евгену сажаю Между ног Тоже как-то И поэтому Для меня Это очень удобно Потому что Здесь он такой широкий И руки можно поставить Ну вы знаете Вы видите Часто я когда сижу На таком же стуле Вот он такой же Вот Ну знаете Вот я смотрю Думаю Кожа Кожа Вот она такая же Не Знаете Кожа не такая же По-моему Они сделали По-другому Да Вообще Другая кожа Здесь более Как это сказать Более Шершавая Она что ли А здесь более Гладкая Кожа Не знаю Вот видите Здесь какие они То есть более Такие Текстурированные Что ли А здесь нет Здесь такого нет Вот для сравнения Просто интересно Более гладкая Ну мне очень нравится Халмич Ну не знаю Может он тоже Да нет Он все равно Таким не был Все равно кожа другая Тут конечно Понятно Что сюда еще Грязь всякая Столетняя Накапливалась Ну вы прикиньте Этому стулу Сколько лет Очень много Кстати можно заказать Компанию Или как это называется Правильно Которые занимаются Обивкой мебели Просто Перешить его Можно Кстати говоря И будет Новый Новый стул Другой цвет И еще Чем мне нравится Этот стул То что У него есть Заглушки И можно сделать Чтобы он был Либо на колесиках Либо не на колесиках Межо И еще Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на Hugo